И делают. Ирис, наверное, поймет. Видите, он, по-моему, доперзнет, откуда я стреляю по нему. Видите? А теперь я сюда опять отойду. Они опять не просекут, нифига. Да не имя издеваться, можно опыта ставить, как ножевыми пациентами. Ой. Так. Видите, я исчез, он меня тут же опять не видит. Видите, бац. Так. Видите, промазал. Тут же как бы есть функция, можно устойчивыми руки делать, энергию костюма требует. В других играх это как бы называется задержка дыхания. Тут вообще железно прям становится. Блин, а? На Xbox стрелять легче. Вот это плохо. И далее я попал в какую-то хрень, а на их аж X-30 стали. Видите, он не видит меня. Анша Абдуль. Бой, вот это очень плохо. Ты вот сразу знаешь, что ты сделал плохо, когда ты сделал что-то плохо. А не то, что авось принесет. Блин. И это вот я просто как нечего делать. На кнопки нажимаю, игра просто элементарная. Потому что играете на самом сложном уровне сложности. В отличие от первого края, где сложность была одна и та же, просто там интерфейс менялся, скафандра. То тут больше повреждений те наносят, там как бы агрессивнее враги себя ведут. Естественно, давно во всех играх количество игр. Потому что нет смысла их больше просто делать. Заново переделывать игру, когда можно и так просто в редакторе, текстовом, подкрай... Корректировать сложность. О, блин, а вот этот вот домик я знаю. У этого геря он дерется как раз там в третьем, втором. На фоне этого домика. То есть на этом домике. Какая-то хрень у них католическая. Они на нее молятся. Там у них типа музолея что-то. Нет, вот я бы мог реально перебить их так, с броней. Мне нравится так просто играть с ними. Как с озоном. Как озоном они уничтожают, только то, чтобы получить больше удовольствия. То, что он нам и так столько нервных клеток убил. Блин, о сука. Аншабдуль. Блин. Реально, можно было подумать, что это Metal Gear какой-нибудь 5. Если бы я не знал, что это Crysis. Вообще прям... Раньше бы кого-то показать, никто бы не понял, что это Crysis, а не Metal Gear. Так, патрончики. Блин, вот я поражаюсь, как он бери-профасы. Расходы, целый ящик, бац, его весь уже схавал. Хотя вроде никого не стрелял, поразительно. Ой, джип. Вот видите, стена бетонная. Они берут все, все это заваривают, чтобы у тебя даже не было вопросов, что туда пройти не можешь. И, кстати, это, да, вполне логично, потому что, как бы, карантин, и, собственно, они... Даже пулемет, смотрите, как круто прорисован. Вообще просто это поражает, как эта делизация меняется с приближением. Так вот, потому что карантин... Как залезть-то? Ладно, мне бы не взять его. И поэтому они, как бы, все отгородили, а не просто так. Чтоб ты не прошел лишь бы. И уровни там не делать. Знаете, какая-то только че. Вот эта прям сцена, вот этот один из самых элитных районов их них, сделали Абдуленно. Слушайте, тут вообще ворота поставили. Ну и такая, на каждой улице они... Ой, смотрите. А это че? Ну-ка посмотрим, че там. Дробовик. Глушитель. Валя. Лучше подствольник, подствольник, по-моему, там в конце дается. И то он достаточно бесполезный. Потому что в этой игре специально мне пытались отказаться от взрывчатки, гранат. Чтоб как бы стрелять был стелс, а не, бляд, колудючина. Вот. И тебе вообще-то надо вот сюда вот. Ты сюда не можешь пройти, потому что тебе надо сверху заходить. Сука, откуда он взялся, а? Э, вау, смотрите, он с трупом едет, это вообще. Ого. Интересно, видит ли он меня? Видите, он меня не видит, если только поглоть не было. А так? Видите, он сначала подбежит, посмотрит, что там самое такое, а не сразу, значит, стреляет. Видите, он даже не туда побежал по ошибке. Или он укрытие. Вот это круто, видите? Ты одного убиваешь, он тут же беспорядочно начинает искать искрытие, как настоящий солдат себя ведут. Да вы что же творите-то, а? Вот. Так, это что у нас? Патрончики. Патрончики. Вот крайне бездарно сделаны машины, сам дизайн машины. Он как бы специально, смотрите, такой сделан острыми углами, чтобы меньше полигонов не уходило, экономили на всем, что угодно. Но при этом надо заметить, колеса круглые. Это поражает. При такой экономии они все-таки сделали колеса круглые. Они лучше не стали округлую делать машину, но сделали колеса. Реально круглые. Ну, почти круглые видно, вот, вершины. Потому что круг очень сложно сделать, но очень много полигонов. Смотрите, даже, ого, шины, смотрите, как сдуваются. Пусть хреново, но сдуваются. Видите, прям физика есть, как GTA IV. Она прям, бац. Вот так. Да. Смотрите, и машины есть, можно ездить. Причем это крайне бесполезно. Вообще непонятно, как он сюда приехал. А нет, вот там заборчик, видимо. То есть, там все продумали. Там никак, вот, в принципе, Персия, у меня всегда бесило, что враги ходят. Совершенно непонятно, как они туда залезли вообще. И если там вообще дверей нет на уровне. А тут все понятно. Вот заборчики специально эти, вот, с воротами. Не просто заборчики, но с воротами, чтобы машина могла проехать. И вот понятно, что он там, как у нас там попало. То есть, смотрите, что они сделали. А каждый квартал, это, собственно, селл-блок. Да, и поэтому и бригада-то это селл называется, или как его. То есть, и вообще это как бы не напрягает, что тут всего, все изолировано, так сказать. Потому что специально подогнали сюжет игры, падая низкие возможности системы, чтобы всю графику сосредоточить в закрытом пространстве. В общем, да. Анша Абдуль. Че ты там? Ничего ты там не слышал. Видали как? Вообще элементарно. А вот и гранату получи, фашист. А этого я зарежу. Видите, он туда побежал, даже не понимает ничего. И, видите, радар показывает. А радар, он покруче будет, чем в этом самом. Видите, снайперы. Кстати, смотрите, снайперы выглядят совершенно по-другому, чем оперативники-штурмовики. У них даже противогазов нет. Все. Вертолетик. Так. Видите, и все. Еще вторую. Видите, как преодолит круто. Он сначала взрывается, подбивается, а потом падает. А не сразу взрывается тупо. Блин, а? Не используется максимум армора, а то вообще это элементарно становится все. Так. Анша Абдуль, братья, Анша Абдуль, братья, Анша Абдуль, биваран. Вот. Видите, ищет у них, смотрите. Ой, смотрите, и как грамотно ищет. Блин. Вот видите? А что вы видите? Главное, это я виноват. Тут виник Никол. Я прям наткнулся, прям на него нахрен. Послушайте. Интересно. Блин, она... Ладно, хрен с ним, по-быстрому сейчас пробежим. Просто покажу, что я тупил. Сейчас по-быстрому все пройду. Как нифиг делать. То есть, смотрите, лучше иногда убить его пистолетом, чем даже глушив Гоуцар, когда он режет, он на секунду появляется. А это хреново. А с глушителем нет. Блин. Я опять ступил. Видите? Видали? Я баг видел, увидел. Они появились в воздухе. Видели прям. Офигеть. Видели, какой баг? А не дали тебе увидеть распам врагов. Этого никогда сделать нельзя. Потому что как только видишь такой баг в игре, у тебя тут же рушится все сознание. Что это реальный мир, ты видишь, это какая-то матрица ебучая. Ни в коем случае нельзя в игре таких багов допускать. Появляются прям вниз ниоткуда. С того берега симуляции, так сказать. Вот. Аншабдут, блин. Видите, как круто им в голову стрелять. Блин, живучий, а? Аншабдуль, Аншабдуль. Блин, Аншабдуль, братья. Блин, вот сука, а? Аншабдуль. Видите? Они вообще-то так умирают без паники, просто поразительно. Аншабдуль, братья. Чё-то там проглючило. Ого, видели? Оказывается, если попасть его в кабину прямо, то она того сразу. Блин. То он сразу сдохнет. Вообще круто. Аншабдуль, братья. Посмотрите, глюк. Я узбил, а шум остался вертолета. Аншабдуль. Да, до сих пор гул. Аншабдуль. Аншабдуль. Вот. И сейчас надо того это взорвать. Взрывчатка это... А, кстати, патроны тут можно не экономить, потому что у тебя после этого уровня все отберут. В принципе, это правильно. То, что у тебя отнимают оружие, это не просто так. Это элемент такой геймплея. И очень нормально, так сказать, элемент. Заставляют... Тебе после этого обычно новое оружие выдают. Новую тактику игры могут показать. Там только пистолет сначала выдать. И как бы, когда тебе, наверное, уже надоедает и набрал всего оружия, тут опять с голой жопы оказываешься. Вот.